Здравствуйте! В эфире новости экономики в студии Нина Горюнова. Сегодня в выпуске. Россияне снижают расходы на 8 марта. Представители цветочного бизнеса заявляют о сокращении объемов продаж. В Казани планируется увеличить выпуск местной сувенирной продукции. Почти 40% россиян сократили в этом году расходы на подарки к 8 марта. Таковы данные исследования. 45% были готовы потратить столько же, сколько и в прошлом году. Полностью отказаться от трат были согласны 4% респондентов. А 7% планировали потратить на презенты больше, чем в предыдущие годы. 6% заявили, что вообще не покупают подарки. Если раньше заказывали большие сложные букеты, щедро награждали своих женщин на работе, то сейчас тенденция такая, что как можно меньше сократить, чисто символически отметить этот праздник, чтобы женщины не сильно обижались, но и в то же время, чтобы это было не сильно затратно. Как правило, объемы продаж цветов на 8 марта составляют 30-40% от годовых показателей. Тем не менее, в этом году представители цветочного бизнеса не ждут сверхприбыли. По их словам, спрос на цветы есть, но объемы продаж сокращаются, так как в целях экономии люди покупают дешевые букеты от 250-300 рублей. Время сверхприбыли уже ушло. Тут уже борьба за клиентов, с тем, чтобы сохранить клиентуру. И, естественно, стараемся не завышать цены. Всегда это было во все времена, когда цветы перед 8 марта всегда дорожали. Традиционно всегда, так сказать, спрос увеличивается, и цена увеличивается. Естественно, на цену влияет курс доллара и евро, потому что большая часть цветов у нас приходит из-за рубежа, и мы их закупаем и на доллар, и на евро. Наши совхозы, те, кто занимается выращиванием цветов, они в этом году очень так оперативно среагировали, и очень много выгонки идет тюльпанов. Но сказать, что они очень дешевые, тоже невозможно, потому что у нас ведь луковицы тюльпаны все закупаются в Голландии, поэтому хочешь не хочешь, все равно это на цену сказывается. Расширить ассортимент сувенирной продукции призвал мэр Казань Эль Сурмечин. По его словам, сейчас столица Татарстана сильно отстает в этой сфере. Выбор сувениров небольшой. Местных мастеров, которые производят сувениры, ручной работы в Казани немного. У нас очень много приезжающих делегаций, и, в общем-то, палитра предложений оставляет желать лучшего. Те гости, которые к нам возвращаются в течение трех лет, мы чешем голову, что же им заново подарить, потому что все, что было, уже подарили. На все вкусы должны быть подарки. Вы говорите, сложно конкурировать, я не соглашусь. Когда мы посещаем какую-либо страну, да, есть там ширпотреб, как вы говорите, китайский, там трехкопеечный, а есть вещи хендмей, которые сделаны руками, они всегда в любой стране, в любом городе стоят совершенно других денег. Поэтому на любой кошелек желательно, чтобы у нас были устойчивые предложения представителей нашего сувенирного бизнеса. Глава города призвал привлекать народных умельцев со всей республики и пообещал обеспечить реализацию произведенных сувениров. Всех надомников надо пригласить, поставить задачу, сказать, что рынок сбыта будет стопроцентный. Мы организуем это. Они пока вот в собственном соку варятся, но если они будут знать, что на площадках Казани они будут... У нас народ и талантливый, и трудолюбивый, поэтому нужно создать возможность. Тем временем местные мастера потихоньку вытесняют с казанского рынка китайские сувениры. Объем продукции с поднеместной в прошлом году снизился почти в два раза. При этом доля сувениров казанских производителей в магазинах выросла до 35-40%, тогда как в 2014 году она составляла всего 25-30%. Китайская компания «Хайр» откроет в Татарстане производство телевизоров. Оно будет расположено на территории Камского индустриального парка «Мастер» в набережных Челнах. Там специалисты уже заканчивают строительство завода по производству холодильников. Запуск последнего запланирован на апрель этого года. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин